С 29 января по 2 февраля в спортивном зале Московского государственного социально-гуманитарного института прошли поединки открытого чемпионата Москвы по фехтованию на колясках. В турнире приняли участие 55 спортсменов из 7 регионов России, а также из Беларуси и Эстонии. Чемпионат Москвы это для нас очень серьезное соревнование, потому что оно является отборочным к чемпионату Европы, к сборному команду России. Кроме того, это лично командное соревнование, сюда к нам приехали наши друзья и коллеги из Беларуси и Эстонии. Мы проверяем свои силы, в какой мы сейчас находимся в форме. Радовала Ксения Овсянникова. Она впервые у нас разыграла женская сабля, и она выступает в категории B. Она выиграла у нас и рапиру, усиленных очень белорусских спортсменок, и выиграла саблю личное соревнование. Сергей Баринов у нас выиграл две медали в категории С. Это вообще уникальные спортсмены, их всего несколько человек в мире. Это люди с шейной травмой позвоночника, они вообще не держат даже, сами не могут держать оружие. Мы оружие приматываем специальными бандажами для того, чтобы они могли фехтовать, работать фактически только рука. Вот эти ребята необыкновенно волевые. То, что они смогли совершить, это вот подвиг. Соревнования прошли в личном и командном первенствах. В финальных встречах выступили титулованные московские спортсмены. Людмила Васильева, Елена Червякова, Мария Коршунова, Сергей Фролов. Это огромный опыт. Каждое соревнование что-то дает. Делаешь выводы о том, как поставлен тренировочный процесс, как по результатам можно судить, правильно ли ты тренируешься и в первом направлении ты развиваешься. В финале я боролась с нашей девочкой, с моей, так сказать, партнершей по команде. Это был, конечно, напряженный бой. Для меня психологически напряженный, потому что все-таки удержать в свое звание труднее, чем его завоевать. Потому что раньше можно было только на международных соревнованиях такой опыт получить, а сейчас уже и у нас. Я очень рада, конечно. В составе сборной из Беларуси фехтовал серебряный призер Паралимпийских игр в Пекине Николай Безъязычный. В личном первенстве на чемпионате Москвы Николай выиграл соревнования на шпаге и рапире. Мы начали заниматься вместе с Россией и Москвой, в частности, одновременно. И следили за успехами и развитием друг друга вместе. Поэтому с уверенностью можно сказать, что уровень растет вместе с нами. И об этом можно сказать с участием большого количества российских и московских спортсменов именно на Олимпиаде. Из 56 наград, разыгрываемых на чемпионате, больше половины досталось московским спортсменам. Несмотря на то, что наши фехтовальщики-паралимпийцы выступают только четвертый год, им уже удалось добиться грандиозных успехов. Об этом свидетельствуют достойные выступления на мировых кубках и участие в паралимпийских играх в Пекине. Следующие соревнования по фехтованию на колясках пройдут в мае в рамках чемпионата России.